Ну что касается отравления, вообще за последние 16 лет отравления, мы говорим только о громких покушениях, в России происходили 12 раз, мы так подсчитались сегодня. В 90-е, которое принято называть лихими, был всего лишь один эпизод, большая часть отравления 21 век, о жертвах ядов в новейшей российской истории Дарья Ализаде. Когда главе Росбизнесбанка Ивану Кивилиди стало плохо, врачи решили, что виной тому больные почки. Но на следующий день с теми же симптомами в больницу попала его секретарь, молодая женщина. Через несколько дней они скончались, а за ними специалист Центра судебной экспертизы, производивший вскрытие тела Кивилиди. По итогам разбирательства виновным был признан член Совета директоров Росбизнесбанка, недовольный политикой главы банка Владимир Хуцешвили. Его осудили на 9 лет. 2002 год. Ибн Аль-Хаттаб, сражавшийся на стороне чеченских сепаратистов в начале нулевых, умирает после того, как вскрывает письмо. Спецслужбы России считают операцию по его устранению одной из самых успешных. Концентрация отравляющего вещества так велика, что вместе с полевым командиром умирает еще пять человек. Все, кто прикасался к конверту. 2003-й. Журналист «Новой газеты», депутат Госдумы от партии «Яблоко» Юрий Щекочихин, раскрывший международные схемы обогащения ближайшего окружения Владимира Путина, за две недели из вполне здорового человека, немного за 50, превращается в дряхлого старика. По очереди отказывают органы, выпадают волосы и слоями сходит кожа. Врачи шепчутся об отравлении, но официальный диагноз – редкая аллергия, синдром Лаэлла. Погибают сегодня журналисты в России. Это признак больного общества. Спустя 10 лет редакция «Новой» ставит точку. Это убийство. Но доказать теперь это невозможно. Потому что долгие годы прокуратура делала все, чтобы исчезли следы преступления. 2004-й. Журналист и правозащитник Анна Политковская летит в Беслан, где террористы захватили школу. Выпив на борту самолета стакан чая, теряет сознание. Политковская полагала, что ее пытались отравить сотрудники ФСБ, чтобы не позволить принять участие в урегулировании ситуации с террористами. Спустя два года Политковскую застрелили. Сентябрь 2004-го. Во время президентской кампании отравлен украинский политик Виктор Ющенко. Он выжил, но его лицо изуродовано. Тогда же, в 2004-м, от отравления умирает бывший охранник Путина и серый кардинал Санкт-Петербурга Роман Цепов. Он был связан с петербургскими криминальными кругами. Его хорошо знали в правоохранительных органах. Цепов был отравлен большой дозой лекарства, которым лечат лейкемию. 2006-й. Выпив отравленный чай, в Лондоне умирает бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко. Незадолго до своей смерти он пишет письмо, в котором заявляет, что Путин отдал приказ его убить. В прошлом году высокий суд Лондона подтверждает, что эти подозрения были обоснованы. 2012-й год. Во время пробежки в Лондоне внезапно умирает Александр Перепеличный. Критиковавший Кремль олигарх помогал расследовать схемы отмывания денег московскими чиновниками. Проходил свидетелем по делу банды решальщиков-убийц, выдававших себя за сотрудников Кремля. В ходе вскрытия эксперты обнаружили в организме бизнесмена следы, которые могли указывать на отравление. 2015-й и 2017-й. Дважды с симптомами отравления неизвестным веществом в больнице оказывается координатор Открытой России Владимир Карамурзан-Ладжи. Проведенная во Франции экспертиза показывает сильное превышение нормы содержания тяжелых металлов в его организме. 2017-й. При странных обстоятельствах умирает бизнесмен Николай Тингаев. Как и Перепеличный, он был свидетелем по делу банды решальщиков. Следствие рассматривает версию отравления. 4 марта этого года в Великобритании отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские следователи и специалисты организации по запрещению химического оружия уверены, что они были отравлены бинарным отравляющим веществом «Новичок», разработанным в 80-е годы в СССР и, возможно, произведенным в России. Британские власти считают, что Кремль и российские спецслужбы с очень высокой долей вероятности были причастны к отравлению скрипалей.